Подлинная стихия произведений Врубеля – молчание, тишина, которую, кажется, можно слышать. В молчание погружен его мир, он изображает моменты неизвеченные, чувства, которые не умещаются в слова. Молчаливый поединок сердцец, взглядов, глубокое раздумье, безмолвное духовное общение. Мгновение замершего действия, времени, остановленного на том пределе, когда слова не нужны и бессильны. Грандиозность и поистине титаническое величие Михаила Врубеля проявилось в поразительной полифонии творчества, универсализме мастерства и оригинальности мышления. Он был одним из самых ярких художников конца XIX – начала XX века. В его жизни и творчестве соединились высочайшее мастерство и яркий индивидуализм, глубокое познание натуры и фантазии, глубочайшие знания традиций мирового искусства и врожденный дар экспериментатора. Своим творчеством он опроверг сомнения «левых» и «правых» скептиков в необходимости как школы, так и сознательного эксперимента в искусстве. Любовь к искусству всецело владела Врубелем с академических лет. Первые вполне самостоятельные произведения Врубеля относятся к 1884-1885 году. Таким образом, период творческой активности Врубеля сравнительно невелик – чуть более 20 лет. Врубель долгое время казался появившимся неизвестно откуда. Затруднительно казалось определить происхождение его стиля, его индивидуальной манеры. На поверхности этот индивидуальный стиль легко узнаваем – это манера трактовать видимые формы в виде мозаики мазков, кубизированная орнаментация объемной формы. Впоследствии, уже после смерти Врубеля, русские критики любили говорить о том, что именно Врубель был провозвестником кубизма. Эна Дмитриева сравнивала творческую биографию Врубеля с драмой в трех актах с прологом и эпилогом, причем переход к новому этапу каждый раз совершался резко и неожиданно. Под «прологом» подразумеваются ранние годы учения и выбора призвания. Акт 1, 1880 е. годы – пребывание в Академии художеств и переезд в Киев, занятие византийским искусством и церковной живописью. Акт 2, московский период, начатый в 1890 году, демоном сидящим, и завершившийся в 1902 году, демоном поверженным, и госпитализацией художника. Акт 3, 1903-1906 годы, связанный с душевной болезнью, постепенно подтачивавший физические и интеллектуальные силы живописца. Последние четыре года, ослепнув, Врубель жил уже только физически. Картины Врубеля – подлинные жемчужины таланта, вдохновения и поэзии среди довольно скучной и унылой живописи рубежа веков. В России было немало талантливых художников, но гениев – единицы. Михаил Врубель – один из них. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!